Сегодня мы находимся в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета на юбилейном концерте Prime Orchestra симфо-шоу «Мировые хиты». Сегодня мы увидим все лучшее за период существования этого уникального коллектива. Кстати, свое пятилетие Prime Orchestra отмечает грандиозным туром по всей Украине, который завершится аж весной 2020 года. С вами программа «Коза». Поехали! Ваш первый юбилей. Поздравляю вас. Спасибо. За эти пять лет какие ощущения, какие эмоции, что изменилось? Как себя чувствуете? Вообще, я чувствую, конечно, я прекрасно в себе. А что изменилось? Да все изменилось вообще. За эти пять лет столько изменений. Вроде бы как смотришь, там пять лет всего лишь навсего. А с другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, коллектив прошел такую большую дорогу, такой путь в развитие. Сделали то, что многие коллективы не делают и за 10, и за 20 лет. Какими должны быть взаимоотношения между музыкантами и дирижером? В классическом оркестре они должны быть мрачный деспот и ни на что не имеющие права вообще даже дышать без разрешения рабы. Читала, что есть даже некоторые оркестры без дирижеров. Вот ты бы, если бы была уважительная причина у тебя не выйти на концерт, как ты считаешь? Твои бы ребята без тебя справились? Конечно. Даже музыканты высочайшего класса, конечно, справились. Но как справились? Они бы сыграли музыку, но у нас был один раз эксперимент такой. Да, они сыграли, но это не та музыка, то, что мы делаем вместе. Потому что, когда оркестрант играет, он не думает о том, что есть еще зритель. А я помню о том, что есть зритель, который тоже должен с нами участвовать обязательно в концерте. Такой необычный инструмент, как он называется? Называется фагот. Класс. Это по нему настраивают оркестр или почему? Ну, хотелось бы, да, чтобы, конечно, по нему, но, к сожалению, настраивают симфонически вообще по гобою. Но гобой сегодня у нас нет гобоя, поэтому мы под скрипочки строимся. Ваш вот инструмент, он, как он себя проявляет? Как долго вы на нем играете вообще? Играю уже, наверное, лет 17-18, точно сказать не могу, но пришлось закончить музыкальную школу, училище, и вот выпуск консерватории доходит своего финала. Да, долго приходится учиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мониторы? Да. Я выучила, наконец-то, с предыдущего концерта я выучила, что это такое. Как дела, как настроение? Все-таки сегодня уже второй день, во второй день, мне кажется, это все сложнее, потому что... А, и ты в очках, вот, поэтому... Да. Не, не сложнее, абсолютно, наоборот, отличное настроение, энергетика. То, что каждый раз, это как первый раз. Существует такая легенда, миф, я не знаю, вот ты мне поможешь сейчас ее развеять. Это правда, что есть какая-то иерархия в оркестре, и что, ну, скажем так, кто-то выше себя чувствует по званию и положению в оркестре, чем другие музыканты. Я думаю, это кто как к себя, к кому относит. Ну, мы все вместе, как бы, и помогаем друг другу. Мы делаем одно дело, и мы друг без друга не можем, грубо говоря, прозвучать. Поэтому нет. Что тебе понравилось больше всего в программе? Рок. Серьезно? Ты слушаешь рок? Да. А как давно ты его слушаешь? От четырех лет. Ну, как ты? Я жарко. Начали топить в котлобе. Нет, на самом деле, вот, ну, второй день подряд вы уже это все делаете. Я вижу на то, как все это делают искренне и круто, и вообще от души. Да, это так. И, ну, как оно, второй день подряд? Да, на самом деле, привычно, потому что мы вот недавно выступали 10 концертов подряд без выходных, и поэтому, в принципе, два дня это, ну, это обычно. Это уже так пять лет происходит? Ну, по-разному происходит, на самом деле. Мы сейчас начали давать такие продолжительные туры. Мне кажется, что в этом году для оркестра какой-то вот произошел подъем эмоциональный, и очень много публики к нам, по-моему, или вернулось, или, наоборот, пополнилось. Людей вот наших именно, которые нас любят, приходят на нас каждый концерт, семьями уже приглашают знакомых, друзей, соседей. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Вот к саксофонисту пристаю сфотографироваться. Ну, правильно, хотя бы здесь можно их потрогать, правильно? Да, хотя бы здесь. Как вам программа? Как эмоции? Очень, очень нравится. Эмоции очень яркие. Вы первый раз здесь? Здесь первый раз, да. Пять лет каждый концерт ты присутствовал вместе с ребятами. Каково оно? Ты делаешь какие-нибудь пометочки у себя где-нибудь там на стене? Нет, конечно. Ну, как вообще? Какие у тебя сегодня эмоции? Сегодня все-таки юбилейный концерт дома. Ну, круто все, как обычно. Мне всегда нравятся все концерты, проходят очень круто, на ура. Услышала, что у вас планируется новая программа новогодняя? Да, да, вы знаете, совершенно верно, вы услышали. Все, да, так и есть. 25 декабря. Правда, не в оперном театре, а в другом зале, но он тоже очень классный, комфортный. Это дворец студентов юридического университета. 25 декабря на Рождество у нас будет там новогодняя специальная программа. То есть помимо мировых хитов, которые у нас присутствуют в программе, мы еще подготовили сюрпризы, которые будут только на этой программе. И все, только в Харькове. Какими видите себя через пять лет? Ух, через пять лет мы видим себя, конечно же, еще круче, еще лучше, еще больше, еще знаменитее, еще перспектнее. Конечно же так, как еще можем по-другому себя видеть? Симфо-шоу «Свитовихи» Прайм-оркестра Эксклюзивно для родного Харькова Особливый подарок от симфо-шоу Прайм-оркестра Новоречный концерт Радесная атмосфера зимовых свят Яскраве шоу Специально запрошені вокалисты Спецэфекти Та найулюбленіші різдвяні Новоречні світові хіти 25 грудня Палат студентів Харьковского юридического университета Початок о 19-й Звук живий Прайм-оркестра